МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культурно. В Рязани школьникам напомнили о запрете нецензурной лексики. Стихийный рынок выходного дня на Лыбинском бульваре закрывается. Власти гордо сообщили о планах благоустроить пешеходную зону. Выявили и задержали. Подробности рейдов рязанских правоохранителей в сегодняшнем эфире. Ну а теперь обо всем подробнее. Экономический кризис дает о себе знать все сильнее. Уже почти две трети россиян недовольны высокими ценами на товары и услуги. Таковы данные опроса, проведенного работниками фонда «Общественное мнение». Опрос проходил в конце января 2015 года в 43 субъектах России. Социологи выяснили, что сегодня около 54% россиян недовольны положением дел в своем регионе. Больше всего их не устраивает рост цен на товары и услуги. А половина респондентов недовольны низким уровнем зарплат. Социологи также выяснили, что доля в процентном соотношении недовольных стоимостью продуктов питания возросла на 21% по сравнению с показателями 2013 года. Кстати, подтверждают выводы социологов и официальная статистика. Согласно данным, число жалоб в Федеральную антимонопольную службу на рост цен на продукты бьет рекорды. То есть каждую неделю людских просьб разобраться со стоимостью продовольственных товаров становится все больше. На прошлой неделе, накануне дня борьбы с ненормативной лексикой, еще один опрос провели сотрудники Левада-центра. На этот раз, естественно, он касался нецензурных слов. Согласно данным опроса Левада-центра, почти половина россиян призналась, что иногда употребляют в своей речи матерные выражения. При этом 59% отметили, что слышат подобные выражения от окружающих людей. По мнению большинства россиян, люди матерятся потому, что к слову приходится. Треть считают, что таким образом люди пытаются отвести душу. А 13% опрошенных думают, что тем самым люди хотят оскорбить. И столько же респондентов уверены в том, что люди матерятся, так как пытаются показать, что они свои ребята. В понедельник представители традиционных религий России прокомментировали данные соцопросов о популярности недоцензурной лексики. По общему мнению церковнослужителей, человек, употребляющий матерные выражения, демонстрирует тем самым неуважение к другим и самому себе, а также степень деградации своей личности. Спора о возможности употребления так называемых непечатных слов, конечно, ведется уже очень давно. По инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 3 февраля в школах Рязани прошли классные часы, акции, да и другие мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой. В Рязанской школе номер 11 прошел традиционный день без сквернословий. Старшеклассники, участники волонтерского отряда «Добрые сердца», рассказали своим однокашникам о том, что матом с молоду ругаться, это дело неблагодарное, да и взрослому человеку не солидно как-то использовать в своем лексиконе острые словечки. Кроме того, ребята раздавали ознакомительные брошюры. Настя, что ты говоришь, что делаешь, так нельзя делать. Я сама вообще не ругаюсь матом и считаю, что ругаться матом – это отрицательная черта характера и вообще речи у человека. С учениками младших классов волонтеры провели открытый урок, на котором в игровой форме ребятни показали, как некрасиво выглядит грубый, невоспитанный человек. Когда подростки идут к подросткам и говорят о том, что это плохо, как раз это наиболее такой вот момент, он весомый и значимый, потому что дети прислушиваются в первую очередь к своим сверстникам. И поэтому, да и сами волонтеры, для них это очень ответственно, для них это очень важно, и готовясь к данной акции, они в первую очередь как бы подключаются не только сами, но и подключают круг своих подростков. Поэтому вот мы стараемся бороться вот такими путями, чтобы дети сами детям, своим сверстникам говорили о том, что это плохо. Проблема культуры общения в нашей стране стоит достаточно остро. Молодое поколение должно осознавать, что грамотное владение речью – это показатель общей культуры человека и его развития. Поэтому владение русским языком, культурой речи, постоянное ее совершенствование особенно важно для тех, кто стремится занять достойное место в обществе, быть достойным гражданином своей страны, пользоваться уважением окружающих. Посему подобного рода акции и уроки крайне полезны и важны. А теми самыми непечатными выражениями, которые не будут больше употреблять школьники, встречали сотрудников полиции в эти выходные и дни работники пятийных заведений. Дело в том, что правоохранители провели большой рейд по злачным местам. Проверкам подверглись как сомнительные питейные и увеселительные заведения, так и вполне пристойные места проведения досуга. Подробности далее. Сотрудники полиции в минувшие выходные провели рейды в Рязани области, направленные на пресечение незаконной деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции. В результате рейда было выявлено 13 нарушений. Так, в Шацком районе полицейскими было изъято 1374 литра спиртного. На злоумышленников составлены протоколы об административном правонарушении. Еще одно нарушение было выявлено там же, в Шацком районе. 43-летний местный житель на грузовом автомобиле перевозил 1250 литров алкоголя, не оформленного надлежащим образом. У водителя отсутствовали товаро-транспортные документы и необходимые сертификаты. Также полицейскими были проверены заведения общественного питания в самой Рязани. В ряде кафе и забегаловок города сотрудники полиции обнаружили нарушения в сфере оборота спиртного и алкогольную продукцию с признаками контрафакта. Нарушения были задокументированы. И в продолжение полицейской темы. Следующий рейд получился успешным благодаря добровольным помощникам правоохранителей. Народные дружинники выявили в Рыбновском районе на небольшом деревообрабатывающем заводнике нелегальных мигрантов. Гастарбайтерам теперь грозит депортация, а руководителю предприятия большой штраф. В ходе очередного рейда сотрудники управления по организации охраны общественного порядка совместно с активистами добровольной народной дружины выявили и пресекли в Рыбновском районе нарушение миграционного законодательства. На небольшом предприятии в селе Ходынино незаконно трудились 15 иностранных граждан. В ходе проверки информация о незаконной деятельности мигрантов в деревообрабатывающем цеху подтвердилась. На семерых из них были составлены материалы для направления в суд, чтобы в дальнейшем решить вопрос об их депортации. На остальных были составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении руководителя пилорамы проводится проверка о его незаконной предпринимательской деятельности. Если материалами проверки будет доказана его незаконная предпринимательская деятельность, он будет привлечен к уголовной ответственности. Иностранные труженики предприятия жили недалеко от места работы в стесненных и антисанитарных условиях. Несмотря на это, один из работников привез с собой жену с годовалым ребенком, которые также находились на территории России, нарушая миграционное законодательство. Кстати сказать, с начала нынешнего года значительно усилились требования к пребыванию мигрантов на территории России. Изменений в миграционное законодательство довольно много. На расширенном заседании общественно-консультативного совета по региональному управлению рязанским предпринимателям рассказали о том, какие документы теперь необходимы при приеме на работу гастарбайтеров из ближнего зарубежья. Первая очередь касается иностранных граждан, особенно Таджикистан и Азбекистан, которые въезжают на территорию Российской Федерации в федеральный закон о внесенных изменениях. Теперь на территорию Российской Федерации они могут уехать только по заграничным паспортам, по своим иностранным паспортам оформленным. В том числе большие изменения произошли и при оформлении на работу. Раньше это было разрешение на работу либо патент у физического лица, а сейчас введен единый патент для работы у юридического лица, у индивидуального предпринимателя и у физического лица. Разрешения для работы остались только у граждан, которые из дальнего зарубежья и которые прибывают к нам в визовом порядке. Еще одно ужесточение миграционного законодательства – это, безусловно, запрет на въезд для мигрантов-нарушителей. Теперь превышение 4-месячного пребывания на территории России приведет к закрытию въезда на 3 года. Превышение в 270 дней и въезд будет закрыт на 5 лет. А незаконное нахождение более года и шлагбаум для гастарбайтера-нарушителя закроется аж на 10 лет. Поэтому иностранным гражданам тоже самое надо задуматься. Представляете, он здесь пробыл вроде бы вот, как-то мимо всех прошел, подзаработал тут чуть-чуть, выехал, но ему автоматически въезд будет при выезде закрыт на 10 лет. То есть фактически всю свою трудовую деятельность, которую он может тут было бы в России, ему будет закрыть. Кстати, за последние два года Россия уже закрыла въезд для более чем миллиона иностранцев. Причина – неоднократное совершение административных правонарушений и нарушение режима пребывания в стране. Отныне, как уверяют работники миграционной службы, имена всех пребывающих на территорию России граждан из сопредельных государств будет заноситься в единую информационную систему. Такой способ позволит отслеживать, выдворять и не пускать нежелательных для пребывания мигрантов. Есть единая электронная система, которая есть у нас в базе данных, и которая конкретно по срокам этим и контролируется. Если въезд им при выезде пересечения границы, будет автоматически. То есть она отслеживает пересечение границы, он вносится в эту базу данных, и при выезде из границы, если то же самое отслеживается, оформлялись ли им какие-то тут разрешительные документы, то есть патент, разрешение на временное проживание он получал, либо еще какие-то, которые давали ему закон находиться. Если не были оформлены эти документы, автоматический срок это вносится, и въезд закрывается на 5, либо на 10 лет. Это будет делано автоматизировано. Помимо четкого и неукоснительного соблюдения российских законов, мигранту теперь придется сдавать экзамены не только по русскому языку, но и истории. Так что без знаний исторических событий трудового патента в гастарбайтеру не видать. А прибывает их в Рязанскую область ежегодно около 60 тысяч человек. А рязанские исследователи сообщили подробности трагедии, произошедшей в Шацком районе. Там в одной семье за пару дней случились сразу две смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ. Это причинение смерти по неосторожности. По факту смерти в Шацкой районной больнице 8-месячной девочки. По данным следствия, ребенок был доставлен в больницу 31 января с закрытой черепно-мозговой травмой. Со слов отчима девочки, он с целью укачивания взял ребенка на руки, однако малолетняя выпала у него из рук на пол. Мужчина сам вызвал бригаду скорой медицинской помощи и сотрудники доставили девочку в больницу. Несмотря на проводимые врачами реанимационные мероприятия, девочка скончалась. В ночь на 3 февраля 2015 года тело 21-летнего отчима погибшей девочки было обнаружено в сарае возле дома в селе Черная Слобода Шацкого района. По предварительным данным, молодой человек покончил жизнь самоубийством. Сейчас по данному факту Сасовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. И снова городским новостям. Стало известно о планах чиновников муниципалитета весной прекратить известный многим горожанам стихийный рынок на Лыбецком бульваре. Связано это с реконструкцией пешеходной зоны. А начнется она с приходом весны. В марте текущего года планируется начать работы по благоустройству территории Лыбецкого бульвара. Представители администрации Рязани обратились к владельцам несанкционированных торговых точек с просьбой до 15 марта территорию бульвара освободить. Знаменитую барахолку планируется перенести на свежеасфальтированную дорожку на улице Горького близ стадиона «Спартак». По данным городминистрации, в рамках благоустройства Лыбецкого бульвара будут проведены работы по организации парковой зоны. Установлено искусственное освещение, ночная подсветка, также будет разбит газон, размещены пешеходные дорожки, оборудованы детские и спортивные площадки. В общем, в ближайшем будущем в нашем городе появится отличное место для прогулки и проведения семейного досуга. Напоминаем, что телефон информационной редакции телекомпания «Город» 720020 и 720021. Если у вас возникают какие-либо житейские проблемы, неудобства, либо вы стали свидетелем происшествия и хотите поделиться своей историей со зрителями, то звоните нам. И авторы программы «Время говорить» постараются помочь. Ждем ваших телефонных звонков. И на этом сегодняшний выпуск информационной программы «Время говорить» подошел к концу. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии будет депутат Государственной Думы Николай Булаев. И речь в беседе пойдет о правительственном антикризисном плане. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова